Химия 11 класс, урок номер 7, тема «Получение и химические свойства гомолога бензола». Здравствуйте! На сегодняшнем уроке вы должны уметь объяснять механизм реакции нитрования и галогенирования бензола. Давайте с вами вспомним, что арены делятся на одноядерные и многоядерные. Одноядерные – это первые члены гомологического ряда бензола, как правило бесцветные жидкости со своеобразным запахом легче воды, нерастворимые в воде, растворимые в органических растворителях. Многоядерные примеры – это нафталин и антрацин. Какие вещества называются гомологами? Гомологи – это вещества, сходные по составу и свойствам, отличающиеся на одну и более CH2 групп. Вам представлены гомологи бензола. При замещении атомов водорода молекулы бензола на радикалы образуются гомологи бензола. До настоящего времени употребляют исторически сложившиеся тривиальные названия гомологов бензола. Метилбензол называют талуолом, диметилбензол – ксилолом, изопропилбензол – кумолом, винилбензол – стиролом. Если в молекуле бензола два атома водорода замещены на радикалы, то в зависимости от того, как они расположены относительно друг у друга, используются орто-мета-парапроизводные бензолы. При составлении названия таких двух замещенных бензолов обозначения положения заместителей радикалов пишутся сокращенно. Орто-О, мета-М, пар-П. Вам приведены примеры. 1,2-диметилбензол является орто-ксилолом, 1,3-диметилбензол – метоксилолом, 1,4-диметилбензол – пароксилол. Талуол имеет формулу С6H5CH3 и название по международной номенклатуре – метилбензол. Изопропилбензол или кумол. И вы видите формулу стирола или винилбензола. Получение гомологов бензола. Галогены калканы взаимодействуют с бензолом в присутствии катализатора хлорида алюминия. Данная реакция называется реакцией Фриделя Крафтса. С образованием гомологов бензола. Например, метилбензол или метилбензол. Гомологи бензола легче бензола вступают в реакции замещения. Это объясняется взаимным влиянием атомов в молекуле. Метильная группа в молекуле талуола смещает электронную плотность от себя в сторону бензольного кольца. В результате этого смещения нарушается равномерное распределение электронной плотности по всему бензольному ядру. Увеличивается электронная плотность в положениях 2, 4 и 6. И атомы водорода в этих положениях становятся более подвижными и легко замещаются. Большая реакционная способность бензольного ядра в положениях 2, 4 и 6 объясняется влиянием метила. Здесь вам представлена таблица по ориентирующему действию. Заместители или ориентанты первого рода направляют входящий заместитель в орто- и пароположение. Ориентанты или заместители второго рода направляют второй заместитель в метоположение. Размотрим химические свойства бензола и его гомолога. Первая реакция галогенирования. Бензол не взаимодействует с хлором или бромом в обычных условиях. Реакция может протекать только в присутствии катализаторов в качестве хлорида алюминия, хлорида железа, бромида алюминия. В результате реакции образуются галогенозамещенные арены. В случае гомологов бензола более легко происходит реакция радикального замещения атомов водорода в боковой цепи. То есть замещение идет по метильному радикалу. Просмотрите видеофрагмент протекания реакции замещения. Бензол взаимодействует с бромом в присутствии катализатора. Катализатор – бромид трехвалентного железа. Возьмем немного бензола и нальем бензол в колбу. Таким же образом добавим бром в колбу с бензолом. Бром растворяется в бензоле, но реакции не идет. Колбу заполняют парой брома. Чтобы реакция брома с бензолом началась, добавим в колбу порошок железа. Железо и бром образуют катализатор реакции брома с бензолом – бромид железа трехвалентного. Продукты реакции – бромбензол и бромоводород. Для поглощения паров брома в начале газоотводной трубки поместим фильтр с активированным углем. Подвижный бромоводород, минуя фильтр, проходит по трубке и попадает в стакан с водой. В стакане образуется раствор бромоводорода. Охладим колбу. В колбе бромбензол и остатки исходных веществ. Убедимся в том, что в стакане образовался раствор бромоводорода. Проба раствора окрашивает лакмус в розовый цвет. Значит, раствор бромоводорода – кислота. Готовим еще одну пробу раствора. Испытаем ее раствором нитрата серебра. Выпадает осадок бромида серебра. Значит, в пробе присутствуют ионы брома. Мы убедились в том, что один из продуктов реакции брома с бензолом – бромоводород. Откроем колбу и изучим ее содержимое. Палочку, смоченную в растворе аммиака, поднесем к горлышку колбы. Бромоводород, оставшийся в колбе, реагирует с аммиаком. Дым – это кристаллики бромида аммония. Попробуем очистить бромбензол от примеси брома. Выльем смесь бромбензола и остатков исходных веществ в воду. Бромбензол опускается на дно стакана. В отличие от бензола, бромбензол – тяжелая жидкость. Бромбензол окрашен остатками брома. Чтобы избавиться от остатков брома, воспользуемся раствором соды. При перемешивании происходит связывание брома, окраска брома исчезает. Добавим еще немного раствора соды. Перемешивание ускоряет процесс. Окраска брома постепенно исчезает. На дне колбы остается бромбензол. Рассмотрим механизм реакции нитрования. Бензол очень медленно реагирует с концентрированной азотной кислотой даже при сильном нагревании. В качестве катализатора используется концентрированная серная кислота. В этом случае происходит реакция замещения. Образуется нитробензол. В реакции с талоолом, гомологом бензола, при реакции замещения образуется соединение 2,4,6-3-нитроталоол. Мы помним, что метильный радикал является ориентантом первого рода и направляет вступающую частицу в положение 2,4,6. Бензол реагирует с азотной кислотой в присутствии серной. Процесс называется реакцией нитрования. Возьмем для опыта немного азотной кислоты. Кроме азотной кислоты для нитрования потребуется концентрированная серная кислота. Серная кислота необходима для поглощения воды, выделяющейся при нитровании. В колбе нитрующая смесь. Она разогрелась при приготовлении. Охладим смесь до комнатной температуры. Добавляем к нитрующей смеси бензол. Бензол легкая жидкость, он всплывает наверх. Чтобы реакция началась, нагреем смесь на водяной бане. Закроем колбу пробкой с обратным холодильником, чтобы предотвратить улетучивание бензола. Чтобы жидкости перемешивались, колбу изредка встряхиваем. Продукты взаимодействия бензола с азотной кислотой, нитробензол и вода. Через 10 минут реакция заканчивается. Выльем содержимое колбы в стакан с водой. На дне капли нитробензола. Нитробензол – тяжелая желтоватая жидкость. В результате реакции нитрования бензола мы получили нитробензол. Для бензола и его гомологов характерны не только реакции замещения, но и реакции присоединения. Рассмотрим протекание реакции гидрирования. Присоединение водорода осуществляется только в присутствии катализаторов и при повышенной температуре. Бензол гидрируется с образованием циклогексана, а производные бензола дают производные циклогексана. Вам привезена реакция гидрирования бензола с получением циклогексана при нагревании давлений и никелевом катализаторе. И реакция гидрирования метилбензола при соединении водорода идет по бензольному кольцу по действиям никелевого катализатора при нагревании давлений с образованием метилциклогексана. В условиях радикальных реакций при подействии ультрафиолетового света при повышении температуры галогенирование идет путем присоединения. При радикальном хлорировании бензола получен гексохлоран – средство борьбы с средними насекомыми. Гексохлорциклогексан имеет формулу С6А6Х6. Мы с вами рассмотрели основные химические свойства бензола и его гомологов. Задание на закрепление. Решите задачу. Из 7,8 г бензола получено 8,61 г нитробензола. Определите выход продукта реакции. Проверьте решенную задачу. Спасибо за внимание.